Здравствуйте, это обзор событий недели на канале газеты Рязанские ведомости. Одному мне так показалось или нет, но Пушкинский день России в этом году отмечали, похоже, с особым пиететом. В обстановке, когда рушатся авторитеты и пелена спадает с глаз, наше все приобретает поистине космический масштаб и становится якорным инвестором русской духовности. Что бы сказал Александр Сергеевич, очутись он в нашем городе сегодня. Наверняка усмехнулся бы, увидев, что на французском и других языках на улицах не говорят, а вывески на латинице пишут. Встретив девушек в рваных джинсах и подивившись вкусом молодежи, с иронией подумал бы, что содержание Натальи Николаевны при нынешних-то модах обошлось бы ему намного дешевле. Наверняка Пушкин сгонял бы на фестиваль «Красная площадь» в Москву, где на этой неделе представляли свою книжную продукцию рязанские издательства. Повздыхал бы по поводу дороговизны книг, ведь на минимальную зарплату едва ли купишь сегодня два десятка литературных новинок. Порадовался бы за продолжателей дела издателя Смердина, поставивших бизнес на широкую ногу, и за своих коллег по литературному цеху, умеющих выбивать немалый оброк из своих деревушек на парнасе, лениво строча детективы и фантастику. Солнцу русской поэзии средств вечно не хватало, и его возглас денег, ради бога денег, обращенный к брату Левушке из ссылки с просьбой побыстрее уладить издательские дела, вошел в историю. И, конечно, подивился бы популярности своих сочинений, особенно поэмы Полтава. На Красной площади гостям показали одноименный моноспектакль, а на фестивале «Кремлевские вечера» в Рязани сегодня дают оперу «Мазепа» Петра Чайковского. Отечество помнит не только своих героев, но и предателей, а в год 350-летия Петра Великого о двурушничестве «Мазепы» заговорили особенно рьяно. В день рождения поэта вся страна писала пушкинский диктант. За чистоту русского языка начали бороться и власти. На заседании областного правительства было объявлено, что с 1 июня все исходящие письма за подписью исполняющего обязанности губернатора подлежат корректорской правке текста, орфографии и пунктуации. Когда в Рио губернатора получает на подпись документы, уже завизированные несколькими должностными лицами и встречает в тексте ошибки, у него это вызывает, мягко говоря, вопросы. Среднее и высшее образование есть у всех, обмолвался Павел Викторович, призвав коллег быть внимательнее. Порадуемся, что работа над ошибками из чисто грамматической плоскости переходит в практическую. Побывав в бывшем санатории «Сосновый бор», Павел Молков остался недоволен темпами и качеством реконструкции и поручил представить реальный план запуска здравницы. Пока нет ни финансовой модели, ни концепции работы учреждения. Пора пролить свет и на контракты по модернизации уличного освещения. В эти дни проходит опрос жителей, какой свет они предпочитают – теплый или нейтральный. Теплые светильники лучше освещают, но стоят дороже. Их удастся купить меньше. Нейтральные светят хуже, зато они дешевле. Даже не сомневаюсь, что горожане проголосуют за качество, а не за количество. По правде говоря, это как раз тот вопрос, когда чиновники сами могли бы определить, что лучше для улицы. Не бог весть, какой сложный эксперимент. Выйти вечером под фонарь и посмотреть, под каким светом лучше видны грамматические ошибки в письмах и справках. Но нет, нужно и эту работу переложить на корректор.